Евгений Куйвышев обратился к главам муниципалитетов с просьбой проверить работу комбинатов детского питания в лагерях и школах. Глава региона заявил, что работая в территориях и сам будет инспектировать организации питания. Я удивлен тому, как некоторые безответственно относятся к здоровью детей. Дети – наше будущее, нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года. Я ее возьму под свой контроль. И глав территории хочу попросить уделить вопросу самое серьезное внимание. Особенно это касается организации питания в детских садах и школах, создания исчерпывающих условий, чтобы для детей готовили не только вкусные, но и безопасные блюда. Когда буду посещать школы, буду смотреть, как организовано питание, чем кормят в школьных столовых. Сам буду пробовать. Написал Евгений Куйвышев в своем телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что ответственные лица на места должны создавать исчерпывающие условия организации питания в детских садах и школах, чтобы для детей готовили вкусные и безопасные блюда. У нас на территории работают два оператора питания. Они отвечают за горячие обеды и в школах, и в детских садах. Со стороны контролирующих органов ведется многоступенчатый контроль их деятельности. Для того, чтобы правильно организовать питание, соблюдать все нормы, которые предписаны санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, у нас в городе организован уже в течение многих лет контроль. Контроль первой ступени начинается непосредственно в самой образовательной организации. Здесь за качество приготовления пищи, за соблюдение всех технологических условий, за содержание зала, где дети принимают пищу, за содержание пищеблоков, за качество медицинской состояния сотрудников пищеблоков, которые непосредственно работают с пищей, за качество принимаемой продукции. Здесь отвечает как руководитель образовательной организации, так и руководитель комбината питания, который непосредственно занимается приготовлением пищи. Также во всех образовательных организациях в соответствии с методическими рекомендациями, которые у нас действуют с 2020 года, создаются комиссии родительского контроля и родителей в праве комиссионно в соответствии с нормативным актом, который принят в образовательной организации, принимать участие, опять же, в контроле по всем тем параметрам, которые я назвала. Второй уровень – это уже управление образованием, это Роспотребнадзор, также есть городской родительский комитет, ну и если смотреть следующий уровень, то это и Министерство образования. Евгений Куйвышев напомнил о недавнем заболевании кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной вспышки стало несоблюдение работниками лагеря санитарных норм при организации питания. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, наиболее типичные для школ нарушения – нарушение требований к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение режима работы пищеблока, нарушение при медосмотрах персонала пищеблоков, несоблюдение сроков вакцинации против инфекционных заболеваний работников столовых, нарушение сроков гигиенического воспитания и обучения. Свердловская область – одно из первых в стране начала обеспечивать всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием, что и является прямым поручением президента России. Такая практика применяется уже 15 лет. По решению губернатора на обеспечение школьного питания из областного бюджета будет направлено 2 млрд 559 тысяч рублей, вместе с субсидиями из федерального бюджета в размере 2 млрд 789 тысяч рублей. Это в целом позволит обеспечить бесплатным питанием 325 тысяч школьников. Кроме того, до конца 2025 года более 150 млн рублей будет направлено на модернизацию школьных столовых. Для школьных пищеблоков планируется приобрести и установить более 2500 единиц различного оборудования в 391 школе. В частности, электрические плиты, пароконвекторы, посудомоечные и протирочные машины, жарочные и холодильные шкафы. Ксения Балденкова при поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.